Как полноводная река Любовь твоя Я люблю тебя, Иисус Пусть будут простые слова из сердца Говори, я люблю тебя, Иисус Еще, еще доставай из сердца их Я люблю тебя, Иисус Больше всего еще Я люблю тебя, Иисус Это самые важные слова сейчас Я люблю тебя, Иисус Церковь невеста Пой своему возлюбленному Он слышит лично твой голос сейчас Я люблю тебя, Иисус Я люблю тебя, Иисус Еще, еще больше Я люблю тебя, Иисус Я люблю тебя, Иисус Я люблю тебя, Иисус Вложи всю веру в эти слова Я люблю тебя, Иисус Его любовь побеждает все Все преодолеваем силу и возлюбившего нас Признавайся, еще, еще Любовь соединяет нас вместе Я люблю тебя, Иисус Просто, просто люблю тебя Я люблю тебя, Иисус И совершенной любовь изгоняет всякий страх Я люблю тебя, Иисус Еще больше любви Я люблю тебя, Иисус Я люблю тебя, Иисус Тебя, тебя, Иисус Я люблю тебя, Иисус Я люблю тебя, Иисус Я люблю тебя, Иисус А теперь просто побудь в Его присутствии Побудь, побудь с Ним Я люблю тебя, иисус Он прог Snapнал Хот贏 Я обвиняю Я не produces Я люблю тебя, иисус Я люблю тебя, иисус Я люблю тебя, иисус поем духом 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 поклоняемся на тех же на тех же аккордах еще я люблю тебя, Иисус я люблю тебя, Иисус я люблю тебя, Иисус мы поем эту новую песню ты сказал песню Господу, пой новую и когда они воспели новую песню тогда он поднялся, как исполин как муж брани Господь, поднимись сейчас через эту новую песню поднимись, Господь и пусть Твое шествие будет пусть Царство Твое придет в силе в каждую жизнь Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да! Субтитры создавал DimaTorzok Его любовь сейчас Его любовь сейчас касается тебя Просто принимай его любовь Просто принимай его Одно его прикосновение Может полностью изменить твою жизнь Одно дыхание духа Полностью оживляет Просто открой свое сердце В поклонении Еще и еще Это сладостно Хвала подобающая Поклоняйся Поклоняйся Пусть сердце поет Пусть сердце звучит Пусть сердце сливается В унисон В любви с Ним Знаете, я уверен, что нас Отделяет от движения Божьего Вот в вашей жизни вас отделяет две вещи Первая это лень, вторая это страх Все Больше ничего Я говорю им это на опыте Все, чем мы делились эти дни Мы делились вещами, которые мы Познали на собственном опыте Мы не читали никаких умных книжек Мы не Да там У нас не было доступа Какой-то такой информации Потому что был график плотный И когда у нас сформировался Какой-то опыт И мы начали уже читать другие книги Мы поняли Эй, подожди так Других то же самое происходит Понимаете? То есть И Когда мы начали двигаться Все мы Все бы мы это не познали Если бы мы Поддались Вот этим вот Ощущениям Страх и лень Страх и лень Я вам скажу Что в вашей жизни Вы можете много раз спрашивать Почему в моей жизни Ничего не происходит Почему Вроде я верующий Просто проверь себя На два этих качества То есть Если Они есть То это основная причина Те люди, которые Свергают себя это Те люди, которые Оставляют свой страх Оставляют свою лень Они видят Моментально Ну не моментально То есть в ближайшее время Они видят, что Бог действует В их жизни Вот так вот, дорогие Как я сказал Как Саша сказал Мы несем Мы несем Некую Даже не мы несем Мы вот Ездим по церквям И просто нужно Быть слепым Чтобы не видеть Что пробуждение в России Уже началось Реально Просто нужно Быть слепым Чтобы не понимать это Мы приезжаем Мы с удивлением Еще три года назад Этого не было по церквям Сейчас Как будто Да, вот Члены церкви просыпаются Пастыря просыпаются И еще три года назад Он это отвергал Сегодня он говорит Да, я хочу этого Я хочу, чтобы Это все происходило В моей жизни Мы получали Очень много Пророчеств Мы получали очень много На своих как бы Встречах Мы получали очень много Слов для стран Для разных стран И для России Практически всегда Когда мы Вы собрали слово Для России Всегда приходило слово О пробуждении О пробуждении В великом и мощном пробуждении И оно началось Через три года Четыре года Через пять лет Вы не узнаете Лицо церкви в России Не узнаете Я вам говорю Через десять лет Оно будет настолько Неузнаваемым Что вы будете вспоминать Эти времена И говорить Неужели мы как это жили в этом Чудеса будут настолько явны Настолько часты Что это будет нормальными вещами Понимаете Поэтому Дорогие мои Но это не будет Если вы будете просто сидеть На скамеечках Вы должны подняться Вы должны встать Да Братья Я просто вас умоляю Вы должны встать Я именно к братьям Говорю Вы должны подняться Меня к сестрам Вопросов нет Реально нет Это картина По всем церквям Понимаете Братья Вы должны подняться Вы мужики Кто мужик Хорошие братья Я вас еще мотивирую Давайте Подымайтесь Подымайтесь Берите Не бойтесь ничего Не бойтесь Я вам говорю Что есть сферы Где сестры не могут служить Не могут Вы должны там мужчины служить Вы должны взять на себя Эту ответственность Понятно что есть работа И у меня есть работа И я работаю И у меня есть семья И у меня есть заботы У меня нет Лишней жизни Да Не личной А лишней Просто нет Не в фастастону скажу Восемь лет Я уже У меня даже телевизора в доме нет Вообще его нет Понимаете Мы встаем ранним утром И ложимся подной ночью И это не отговорка Что у меня работа У меня бизнес У меня то Те же самое я занимаюсь И при всем при этом я вижу Что Бог делает чудеса Бог делает чудеса Братья Подымайтесь Я просто умоляю вас И вы увидите Что просто сила Божия снизойдет Понимаете Поэтому дорогие Я хочу немножко вот рассказать Как у нас началось это двигаться Потому что чудо Божье И даже юмор Божий Составляет в том Что я служитель баптистской церкви Понимаете Да как и Саша Саша вообще всю жизнь в баптистах 20 лет сколько он Он среди баптистов находится И при всем при этом Бог взрастил в нас Мы видели все проявления Духа Которые написаны в Библии Все За четыре года Мы видели не только исцеление Мы видели чудотворение Мы видели явления ангелов Мы видели Когда потерянные вещи Были ангелами Принесены домой к людям Мы просто Трансы Все это мы видели И при всем при этом Мы находимся в баптистской среде Понимаете У вас я уверен Что у вас церковь Она намного более свободна К этим вещам И если вы просто Не пользуетесь этими вещами Этой свободой Ну тогда я не знаю Какие тогда вам нужны еще условия Я сам родом с Молдавии И в 2002 году я обратился к Богу Практически сразу Через полгода Я просоединился к церкви Я начал служить Я служил Проповедовал Нес Евангелие И знаете я всегда Я всегда чувствовал Что церкви не хватает Движения сверхъестественного Всегда Я ходил когда приезжали Это была пейсятническая церковь На тот момент Знаете как пейсятники Только отличаемся от баптистов чем Мы молимся на языках А нет И мы правее Ну то есть как говорят То есть так вот А по сути больше ничего и не было Ничем не отличались И я ходил Помню по этим конференциям Пастырским Собирается там 400 пастырей Я хожу как этот самый И дергаю И говорю Кто умеет изгонять бесов Научите меня Я хожу 400 человек Нашел одного человека Который этим занимается Из 400 человек Все меня отговаривали Все мне говорили зачем тебе Это все мне говорили Там ты возгордишься Там это другое Встречай этого брата Я говорю Брат научи меня А он такой килограмм 120 Говорит Ну для начала я 40 дней постился Это не про меня Я не потяну точно 40 дней Да Не было ни учения Не было ни наставления Не было ничего А нужда была Я все время У меня все время в сердце было желание Это непределимое желание Чтобы сверхъестественно церкви В церкви Оно текло Чтобы происходили эти вещи И в десятом году Даже в девятом Моя жена заболела Она заболела Болезнь неизлечимая Я не медик Знаете я вот этих терминов В общем то есть синдром Минера То ли болезнь Минера То есть это патология Вестибулярного аппарата Вестибулярный аппарат Короче там была большая проблема Болезнь неизлечимая Не знает откуда приходит И как лечить Как она проявлялась Она могла бесконтрольно Терять сознание Терять сознание Голова могла кружиться По восемь по десять часов в день Причем Какой-то вот так тебе На карусели Как центрифуга Рвота могла продолжаться Восемь часов в день Потому что из-за того Голова кружится Нервная система была на пределе Она оглохла на правое ухо Все это происходило Лечить нечем Что мы только не пробовали Ничего не помогало Только когда мы вызывали скорую Для того чтобы они поставили Какое-то Да снотворное Чтобы отключить ее Чтобы она просто прекратились Эти мучения В определенные моменты Уже даже скорая не приезжала Им просто надоело ездить И в этот момент Бог говорит мне Что Неожиданную вещь Он говорит что ты Переезжаешь в Россию Я не буду сейчас всю эту историю Рассказать Это вообще для меня было Я никогда не думал о России Честно вам сказать Ни разу Ни слухом Ни духом Я не думал никогда Что я окажусь в России И Когда Бог мне сказал Приезжать в Россию Ну это был большой акт веры Потому что Мы продали все Что у нас было Практически за бесценок Квартиру Мы продали вместе с коврами Все что было в квартире Мы оставили Людям Даже Риэлторша Которая нам помогала продавать Она говорила Что ты делаешь У тебя дети У тебя двое детей Ты уверен что ты ходишь Хотя кажется что она Ну как бы В ее интересах Но она даже меня отговаривала Что ты делаешь Но просто Все выдавливало меня Я сопротивлялся всяческими способами Но Бог сказал Что ты едешь в Россию Я не знал какой город Поеду Просто вот я продал уже И вот Уже нужно было Какого-то избирать Ну и там по определенным Как говорится Тоже сейчас не буду Подробности вдаваться В общем Бог показал город Курск Кстати Саша с Орла Я с Курска Мы даже с разных городов Я вообще знаю его только год Да и это весьма странно Потому что Он Александр Сергеевич Я Александр Сергеевич Его жену зовут Ольга И мою жену зовут Ольга Он родился в июле И я родился в июле Он в Орле живет Возле вокзала А я в Курске живу Возле вокзала Понимаете И что-то нам сказало Что наверное Это не просто так Да и вот мы вместе сейчас сложим Значит Ладно К истории вернусь И когда мы Когда мы приехали в этот город В этот город В город Курск Он мне вообще не понравился Я помню этот день Когда нас высадили В промзоне Возле пивзавода Я посмотрел В шесть утра Жена Рядом со мной больная жена Двое детей Маленьких И шесть сумок Я смотрю Думаю Господи Что я здесь потерял вообще Что я здесь потерял Мы на тот момент Год был Это был Год великих испытаний У нас даже не хватило денег Купить что-то в городе Мы купили себе дачу за городом Эта дача была просто коробка Октябрь месяц мороз Дети спят на шконках Жена больная тоже лежит Я лежу И просто такой звук ветер гуляет по даче такой вот гуляет я сижу и думаю, господи, что я сделаю? что я делаю? это ничего приходит человек и говорит, вы знаете, что вообще-то на зиму здесь свет вообще отключают я сижу и думаю, что происходит? куда я детей привел? в поле, чистое поле одни собаки бешеные и голодные ходят вокруг, еще и свет отключают я просто говорю, господи, я не понимаю зачем я здесь? не понимаю, что здесь происходит? они говорят, а ты с этим представителем не договоришься он вообще такой человек, что не договорится я просто пошел, плакал я вообще ничего не понимаю но знаете, на удивление, Бог так сделал я пошел, поговорил с этим человеком он открылся сердцем, все в общем устроил свет там устроил единственная большая проблема была что болезнь прогрессировала у моей жены она начала просто постоянно непрерывный гул в голове гул, просто как будто паровоз постоянно гудит под ухо и это было, она стала такой худой вот у меня даже паспорт есть, она паспорт делала, когда была болезнь просто если вы посмотрели, вы просто бы даже не узнали ее то есть настолько было и все, все вокруг давило все, не было, не было никаких обстоятельств не было никаких условий для того, чтобы развиваться в Боге понимаете, как можно сказать? только одни проблемы, 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 проблемы и в определенный момент мы, конечно же, когда эта болезнь начала прогрессировать мы начали искать мы поняли, что врачи нам не помогут потому что мы испробовали и профессорам ходили и лежали там в разных, короче, больницах крутых и мы поняли, что это нам ничего не поможет только Бог я понял, что я совершенно ничего не знаю про исцеление совершенно, я понял, что я просто ничего не знаю Начали копаться в интернете, изучать Как раз появились первые семинары Кари Блейка на русском языке Мы начали такие послушать Ну все, сейчас все решится Молимся, ничего не происходит Молимся, ничего не происходит Молимся, ничего не происходит И непонятно, вроде все правильно делаем То есть, ну вроде Все нормально А ничего не происходит И были такие моменты, когда мы там начали Да ничего, это не работает Все это Но потом понимаешь, что если это не работает Если Слово Божие не работает Это вообще нам ничего не поможет Понимаете? И все равно вот брали себя в руки и давай дальше Независимо от того, что нам показывают глаза Независимо, что говорят врачи Независимо от того, что вообще вот видно Мы просто будем вот это делать Делать и делать И в определенный момент Так получилось, что Были определенные обстоятельства Моя жена уже получила гражданство, я еще нет Я полгода уже жил нелегалом в России Я ждал, что вот-вот-вот-вот Вот сейчас Должен как бы получить Потому что Опять же так скажу Я получал гражданство По отцу, короче, в Молдавии Мне нужно было ездить Обратно возвращаться А в России я фактически жил нелегалом Просто объясню, чтобы было понятно Я читаю Библию Историю про десять прокаженных Я просто перед моими глазами Возникает эта картина Я вижу эти десять прокаженных Как они подходят к Иисусу Иисус что-то им говорит И они уходят прокаженными Я думаю, наверное бы я сказал Иисус их не исцелил А потом Я представляю, как Опять прибегает один из них Благодарит его Я говорю А, ну один из десяти Исцелился все-таки Понимаете? Но на самом деле Есть вещи, которые Я бы не увидел И на самом деле Я понял Что нужно И надо двигаться Так, как будто Ты уже здоров Так, как будто Уже все произошло И это откровение пришло И как раз моя жена говорит Ты знаешь Бог мне положил на сердце Чтобы я пошла И устроилась на работу Я думаю, что ситуация такая Я ее за хлебом боялся выпустить Я не мог из дома выйти Потому что Если приступ приходил Понимаете, дети одни У меня однажды была такая В Молдавии такая история Я поехал в другой город служить Мне звонок на телефон Какой-то мужчина То есть Вижу, моя жена Поднимаю, какой-то мужчина Говорит Александр Вот ваша жена здесь Короче Мы вызвали скорую Прямо посреди улицы Вышли погулять с детьми Начался приступ Потерял сознание Все это Дети стоят Старшая дочка Она еще была маленькая тогда Младшая еще Лежала в колясочке Да, и вот люди Вот так вот Представляете Я даже боюсь Дьявол Дьявол Это не Бог Чему-то меня учил Это дьявол Пытался воровать Он Он блокировал Мое служение Он блокировал Счастье в нашей жизни Он блокировал Какой-то финансовый поток Потому что все деньги Шли на попытке Вылечить эту болезнь Это дьявол И пока вы не согласитесь С тем, что это дьявол Вы не будете бороться Против этого Вы не будете Противостоять этому И Она подходит Говорит Я хочу идти на работу Я говорю Иди Ну я же получил Откровение Про 10 прокаженных Да Хотя ну понимаете Ум конечно Он Жестко противился Я говорю Да, хорошо Иди И Вообще не понимаю Как Вот такая смелость Пошла Она пошла Пораздавала Разное Так свое резюме По разным Организациям Магазинам Ну везде Где можно было И значит Ее пригласили работать Есть такое Метро Знаете Метро Или метро Или метро Кто как называет Метро Метро Ее пригласили Ее пригласили работать В отдел Фрукты и овощи Там нужно было Она была худющая Уже просто Понимаете Худющая Худющая Ее пригласили В отдел Фрукты и овощи А там нужно было Таскать Коробки Все Вот это вот Понимаете Ну то есть Рабочий день Был довольно таки Длинный И там были Ночные смены Кроме того Там было холодно Я вообще не представляю Как это возможно Что мы согласились На такое И она пошла И когда она пошла На эту работу Она сказала Господь Никаких признаков Исцеления не было Вообще никаких Она сказала Господь Пожалуйста Только чтоб не увезли Меня на скорой отсюда Вот она начала Работать там Все признаки Болезни оставались Ну конечно Она не теряла сознание Через полгода Мы вдруг Вдруг просто Увидели И поняли Что за полгода Не было ни одного приступа Мы просто Увидели это Хотя при всем при этом Нас и плохо чувствовало Все так же Вот эти вот Да вот Какие-то легкие Головокружения Они были Там вот этот Шум Глухое ухо Все это было Мы увидели Что все таки Слово работает Пусть потихонечку Я вам скажу Что если Если вы своей молитвой Можете на миллиметр Одвинуть дьявола Понимаете То сколько Нужно сделать молитв Чтобы на сантиметр Его отвинуть А если вы можете На сантиметр Одвинуть дьявола Своей молитвой То сто молитв И вы сдвинете его на метр Понимаете Поэтому Все что мы говорим Оно работает Пусть даже не так видно Оно работает Бог живой И Мы начали Ну более Как знаете Уже какой-то результат Мы начали более Как-то так Вдохновенно Молиться 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 Прошло еще какое-то время И ее ухо начало слышать Начало слышать Звон исчез И ухо начало слышать В тот момент Пришло время Я пробовал Как одной церкви Присоединиться У меня не получилось Абсолютно не получилось Церковь Она в основном Состояла из бывших Наркозависимых И как бы Там Ну понимаете Своя Структура Не получилось Я не говорю Что она плохая Вот поймите Просто я не говорю Что она плохая Просто я почувствую Что это не мое Не здесь Я начал молиться Говорю Господь Мне нужна церковь Я реально чувствую Что если я сейчас Церковь не найду То все Я просто плыву Куда-то по зеленям пойду Что называется Да То есть Ну просто я чувствую Что я деградирую Мне Проблема Понимаете Проблема не в том Что Мне нужно ходить в церковь И что-то там Чтобы мне служили Проблема в том Что мне некому служить Понимаете Когда в церковь ходит, есть люди, братья, ты можешь поддержать, тебя поддерживают, ну вот понимаете, неважно, большая церковь или какая-то домашняя группа, да, как-то вот вместе, я чувствую, что мне нужна, и Бог говорит мне, звони этому человеку, Юрий Михайлович Мамонтов, я говорю, Господи, я не буду ему звонить, во-первых, он баптист, во-вторых, а он такой, мужик такой здоровый, он такой бас такой, во-в-в-в-в, во-в-в-в, мне кажется, он религиозник просто, он это самое, он какой-то, вот мне кажется, он все под контролем такой держит, я не буду, Бог говорит, звони, я звоню ему, и вот, ну как всегда, он там благословляет мои одушатели, он так со всеми здоровается, и мы, значит, приехали, я приехал к нему побеседовать, вообще вот реально, знаете, вот иногда мы смотрим на человека как по плоти, и он вот такой огромный мужичина, ему уже скоро 60, но он крепкий такой, крепкий, такой голос басов, но любовь в нем такая сильная была, такая, такая, знаете, вот, прям реально, реально отец говорит через него, реально отец, мы с ним побеседовали, и, ну, я пришел в церковь, опять сижу, опять сижу в этой церкви, думаю, что я среди этих баптистов делаю вообще, одни баптисты, мне не нравится здесь ничего, неправильно поют, неправильно молятся, неправильно ничего не делают, неправильно, то есть не так, как надо у нас, да, вот это вот, я, кажется, был более религиозный, чем они, понимаете, хотя, хотя, и сам вот, ну, вот Юрий Михайлович, он на языках молится, то есть, хотя он говорит, я баптист, ну, баптист в том поколении, 66 поколений, его предков еще, Екатерина за веру на Кавказ ссылала, короче, понимаете, он говорит, я, говорит, всю жизнь, говорю, что я баптистом родился, а баптистом умру, короче, да, и там, ну, и в церкви люди тоже молятся, и мы начали ходить в церковь, и я вот опять, я опять ничего не понимал, просто я доверялся Богу, говорю, зачем я здесь, в этой церкви, зачем, и Бог говорит однажды, иди поговорим с Ним, поговори с Ним, чтобы открыть комнату исцеления, знаете, я такой думаю, ну, ладно, пойду поговорю, в любом случае будет понятно, останусь я здесь или нет, когда, и я пошел говорить с Ним, и вот мы разговаривали целый час, и мне целый час казалось, что он против меня, просто вот целый час, я с Ним разговариваю, объясняю, что это он, думаю, что такое, вот это как в стенку горох, что я теряю время с Ним, короче, и он такой в конце говорит, окей, давай, начинаем, я не понял, к чему это был разговор, в принципе, ну, ладно, то есть окей, давай, начинаем, и мы пригласили, есть такая Светлана Кротова, она приезжала, она рассказала там, как бы, вообще, как, вот просто рассказала, какие-то первые этапы, и я говорю, ну, ладно, нужно начать что-то, и получилось так, что там были несколько церквей, и с нескольких церквей пришли там сестры, сестры пришли, не братья, и пришли такие, говорят, Александр, давайте вот мы начнем какое-то, ну, как, служение какое-то начнем, как мы получили же слово, да, ну, вот все, теперь нужно начать двигаться, мы же не будем сидеть опять на скамейках, и так получилось, что мы начали собираться межцерковная такая маленькая, нет, не маленькая, в принципе, она большая такая, с нескольких церквей, простые вот прихожане, какие-то бабушки приходили, понимаете, ну, бабушки реально приходили там, какие-то там, ну, вот простые прихожане, вообще, не какие-то там суперпомазанники, помазанники, реально они супер помазанники. И мы начали беседовать, и я думаю, так, а что будет, если там месяц придет, два придет, ты придет, а у нас ничего не будет, не до свидетельства, что мы будем делать дальше? И все такие, пришли, смотрим на друга, и думаем, что будем делать? Никто ничего не знает. Ну, давайте, то, что научили, пробовать. И мы сначала начали молиться так издалека друг за друга, даже не возлагали руки, так, знаете, так, кто болен? Ну, давайте помолимся, Господи, во имя Иисуса, пусть будет исцелен, да? Потом, прошло короткий прожиток времени, и люди начали исцеляться. Это для нас был просто шок. Потому что, если вы спросили, была ли у нас вера на исцеление, мы сказали, нет. Реально нет. И мы, ну, просто, как бы, это было удивление. И сначала такие маленькие какие-то исцеления, там, что там, какая-то боль прошла, там, кашель прошел. А потом пришла одна сестра один раз на наше служение, потому что вообще у нас такая, как бы, позиция, мы не какое-то служение несем, а у нас даже вот не называем никакое служение, просто мы поднимаем всех людей, обучаем, и просто отпускаем их в свободное плавание, где хотят, пусть и применяют это, понимаете? То есть, главное, говорим, достигай душ человеческих. То есть, никакой организации у нас нет, такой там, что у нас особо. Во всех церквях мы просто делимся, и говорите, достигайте людей, и все, вот так. И за это время мы сотни людей просто поделились, обучили, они двигаются, кто-то там уже миссионер поехал туда-сюда. Я ни от кого отчетов не требую, ни от кого не требую подотчетности, подчинения или тому подобное. Я им не пастырь, во-первых, у них есть свои пастыря. То есть, поэтому я их обучил, то, что обучил, а дальше они свои церкви, как Бог положит. И они пришли, и пришла одна сестра, послушала просто там наше вот одно служение, побыли, и поехали они в другой город, в этот дом престарелых. И ходят там, просто благовестуют, зашли к одной бабушке, одна бабушка, а, а, там, а давайте мы из вас помолимся, чтобы Бог вас исцелил от глухоты. Никогда в жизни не молились вообще. Она говорит, что, доченька, давайте помолимся. Давай. Они делали короткую молитву, во имя Иисуса, уши откройтесь. И бабушка начинает слышать. Но самая спокойная из всех была бабушка, потому что они были просто в шоке, что, то есть, они говорили, вы слышите? Она говорит, да, слышу. Они отходят, да, слышите? Да, слышу. А вы не слышали? Нет, не слышу. А сейчас слышите? Слышу, да. Они там, и они ее переспрашивали. Говорят, ну, вы слышите? Говорят, да, слышу, внученька, слышу уже. Я вам скажу, очень часто я больше удивляюсь, чем люди, которые исцеляются. Да, реально это происходит. И она приходит и говорит. Она даже не в нашей команде была. Она приходит на следующее служение и говорит, я молилась, коротко, говорит. И бабушка начала слышать. Мы такие, не поняли. А что это? Ты не ходила на наше собрание? Что это ты? Что такое? Что происходит? Да, как эти ученики. Мы видели твоим именем. Не с нами ходят. Запретили, да? После того, как она рассказала это свидетельство, через короткое время практически все в нашем собрании было по одному исцелению, что кто-то глухой исцелился. Это как волна пошла. Потом приходит, потом пришла какая-то сестра, которая вся в проблемах. Она молодая такая. Она с семьей переехала с Азербайджана. Семья мусульмане. Брат сейчас убежал в ИГИЛ, короче. И она единственная христианка в семье. Там родители ее давят. Ну вот все такое. Она приходит, вся в проблемах. В церковь не разговаривает. Понимаете, человек в проблемах. Какое исцеление, какое служение. Она пришла сама, чтобы послужили ей. Мы там помолились за нее. Все это, Господи, благослови. Так надо нас разговаривать, понимаете. И она пошла. Она работает в роддоме. Я не знаю, если я правильно выражаюсь. Вот там, где отказники, когда рожается ВИЧ. Все эти болезни. От них отказываются. Туда вот. И говорит, я пришла. И как раз там родился ребеночек. От него отказались. Мальчик. И он был заражен ВИЧ. И говорит, мне так жалко его стало. Говорит, мне так жалко его стало. Говорит, я просто возложила руки на него и помолилась за него. Смена прошла. Потом еще две смены. Она возвращается. Короче, мне говорят, ты знаешь, вот там, допустим, Никитка, там меня звали, Никитка. Знаешь, говорит, ты его, короче, перевели уже, потому что проверили, и не было ВИЧ уже. Понимаете? То есть, вот такие вещи происходят. И это простые прихожане, которые вот в церковь просто ходили. Они просто вот встали со скамеечек. И вот через страх они попробовали, понимаете? И у них начало происходить. Мы начали двигаться дальше. И, естественно, когда мы начали двигаться, дьявол начал сразу противиться, какие-то ставить припоны. И первое время в церкви, в которой я находился, я тогда еще не был там служитель, на меня восстали некоторые люди. И один из пастырей, который там был, и которого сейчас уже нет в церкви, кстати. Так что смотрите внимательно, на голову вы восстаете. На помазанников нельзя восставать. Мы на самом деле не несем какую-то вещь о помазанниках. На самом деле мы все помазанники. У нас живет помазанник. Понимаете? А то, чем мы мучим, мы мучим обычному христианству. Я вам скажу, что я могу приехать сюда, как помазанник. Понимаете? Я могу сделать какие-то вещи, которые я уже научился, и вы будете удивляться. Понимаете? Собрать с вас деньги и уехать. Понимаете? И помазанник. И скажу, когда в следующий раз меня посеете, тогда приеду. Понимаете? Но моя задача, вот моя цель, чтобы раз приехать, научить и больше не возвращаться сюда. Чтобы люди сами двигались. Мне не нужны ваши деньги. Понимаете? Бог заботится обо мне. То, что мне нужно, мне нужны небесные деньги. Я знаю, что я зарабатываю. Я иногда сам сижу и удивляюсь себе. Я говорю, мне это невыгодно вообще заниматься этим. Но я не понимаю, что во мне. Как этот огонь. У меня бурлит. Бурлит. Первое время моя жена говорила, тебе что, больше всех надо? Тебе больше всех надо? Чего ты лезешь постоянно туда? Чего ты вылазишь постоянно? Ты видишь, что нас уже не любит никто здесь. Ты видишь, что тебя уже там, ну там, тебя прямо с кафедры хает, короче. Понимаете? У нас там человек 150, короче. И выходит там, ну, слушайте. И все 150 понимают, что про меня говорят. Ну, женщина, она не может доперсять. Говорит, зачем тебе это надо? Говорит, я сам не понимаю. Говорит, я хочу остановиться, но во мне какой-то огонь. Понимаете, у меня как огонь в косяк. Понимаете, как Еремия? Я сказал, больше не буду говорить. Выхожу и снова начинаю это делать. Понимаете? И это то, что Бог делает, производит. Я реально понял, что, значит, не я живу уже, но живет во мне Христос. Понимаете? Я даже не пытался несколько раз остановиться, но я понял, что это невозможно. Понимаете? И какое-то время, ну, первое время, то есть, там, дьявол восставал, он пытался какие-то вещи делать, там, вот, прямо какие-то огорчения. Говорю, смотри, ты-то молишься, там, допустим, десять человек, только один исцеляется. То есть, почему вот так вот происходит? Я говорю, ну, наверное, у меня веры недостаточно, но на одного хватило, понимаете? Чего на Бога валить? Я скажу правду, у меня не хватило веры, и все. Понимаете? Это легко на себя валить. Легко. Мы часто пытаемся на Бога свалить, на кого-то. Самое легкое на себя. Может, в такой свободе живешь, просто реально. Не исцелюсь, человек, я виноват, и все. Понимаете? И в свободе ходишь так вот. И в это время мы начали двигаться, и покаялся один парень, ему тогда было 16 лет, он пришел, вот такие глаза в церкви, такие, я ему говорю, хочешь быть без исцеления? Я говорю, что это такое вообще? То есть, я говорю, ну, вот увидишь, я еще сам, в принципе, не очень знаю, но увидишь. Да. И вот мы начали двигаться вместе, может, кто-то знает, и вас знает, это Дима Непочатых в интернете, может, кто-то читал свидетельство. Мы начали двигаться, ему было 16 лет, в 17 лет, по-моему, это было 17, если я не ошибаюсь. Он еще Библию не прочитал, он еще Библию полностью не прочитал. Они были в Москве на конференции молодежной. Они возвращались еще с одним молодым парнем в свою, как бы, там, где они жили, в метро. Нашли они в метро мертвого бомжа. Они говорят, давай помолимся, чтобы он воскресил из мертвых. Они начали молиться, продолжать у него жизнь. Прошло, по-моему, там минут 15-70, и он воскрес из мертвых. Он начал дышать сначала. Еще 15 минут прошло, и весь алкоголь начал выходить из него. Просто они почувствовали, как будто выкидывается алкоголь. Вонь, вонь алкоголя очень сильно пошла. И он начал приходить из себя, вот так вот. Он еще Библию даже не прочел полностью, понимаете? Год от покаяния. Год. Год от покаяния. Другая у нас сестра есть, бабушка. Бабушка, просто прихожанка в церкви, любит Иисуса. Любит Иисуса. Они ездили с дочерью, молились за то, ну, за город молились. Я как-то понял, что вы здесь сегодня говорили, да? И они ездили, 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 и проезжали мимо ДТП. Там лежал мужчина без рубашки уже, то есть его пытались, видимо, откачать. Он просто лежал, никто не обращал внимания, он лежал просто на асфальте. И там уже проходила какая-то работа, там остальная, да, там полиция, все это дела. И они говорят, давай помолимся за него. Никакого слова. Еще. Они пришли, просто возложили руки на него, начали молиться на языках, просрать жизнь. Они говорят, я чувствую, мне в руку ударило испарина. И он начал дышать. Он начал дышать. За это время мы видели, мы видели, когда реально, мы видели, мы видели, чудеса становились все больше и больше, больше и больше. И эти рты, которые в первое время нас там хаяли, обзывали, всякие шуточки, знаете, даже не стеснялись, у нас есть в контакте группа, они даже не стеснялись, даже то, что мы в одной церкви, выходить прямо в группу и прямо вот там какие-то гадости, писать, писать, писать. Я прям брал телефон, ну ничего, чего писать? Я прям брал телефон и сразу звонил ему. Говорю, что ты имеешь против? Скажи мне. Что ты имеешь против? Чего за спиной? Говори мне прямо так, говори. Знаете, на удивление люди, когда начинаешь с ними разговаривать, они не такие храбрые, когда за спиной, понимаете? Сразу все углы сглаживаются, все такое вот, но это ладно. И за это время мы начали двигаться, мы видели, мы видели, когда слепые начинали видеть, глухие слышать, мы видели, когда люди лежали в коме, подключенные, и говорили, что это невозможно, мозг этих людей просто разрушен, он не может, он не может функционировать, и люди выходили из комы. Мы видели, когда, помнишь, Саня, когда вы приезжали к нам, позвонили этому Славику, да, и говорят, дядю забирает, дядю забирает скорая в кому, сказали, что 90% он умрет, и 10%, если он останется живой, он будет просто растением. Мы просто помолились, все вместе, братья и сестры, помолились, и провели дальше служение. Через 4 дня его полностью выписали. Понимаете? Это все происходит. Мы видели, и самое интересное, я вам, знаете, что скажу, что все это происходит, не только я это делаю, все, просто люди все это делают, все, кто об этом научен. Я вам скажу, что у нас в церкви сейчас, у нас такая сейчас интересная церковь получилась, за эти примерно 4 года двигаемся мы в сверхъестественном, и мы только, как говорится, мы только начальный этап. Я знаю, что там намного круче. За 4 года, я как-то раз подсчитал, мы видели примерно, может быть, 4 или, может быть, даже 5 тысяч исцелений. Понимаете? Я даже не считаю пророчества, какие-то видения, какие-то сверхъестественные проявления не исцелений. Я даже это мы не считали. То есть, ну, реально Бог действует. И в определенный момент в нашей церкви мы начали говорить по воскресеньям свидетельства. Я вам скажу, что редкое воскресенье было, когда мы не выходили, не рассказывали о великих делах Божьих. Это было, когда нас просто не было. Мы где-то были в поездке. То есть, каждое воскресенье на протяжении 4 лет мы говорим, что на этой неделе что-то происходило. Что-то происходило. Бог творил какие-то вещи. Кто-то спасался, кто-то исцелялся, кто-то освобождался от бесов, кто-то выходил из комы, кто-то принимал крещение Дух Сунг. Что-то происходит постоянно, когда движешься в Боге. Один из таких атак, которые дьявол хотел сделать, когда мы только начали двигаться, и у нас мы не видели еще мощного результата какого-то. У жены пастыря нашли рак матки. Ну, главного пастыря. Нашли рак матки. Это была злокачественная опухоль. И, ну, понимаете, дьявол говорит, ну, чего, сейчас посмотрим, что вы сможете. Понимаете, вот ситуация, да? И мы просто сказали, Господь, мы не будем на свой опыт опираться. Я знаю, что, я знаю, мне страшно, реально, мне страшно, потому что, ну, дьявол пытается страховать. Да, я боюсь какие-то вещи, что вот, а вдруг там произойдет, она умрет, и все. Короче, как я дальше буду, ну, там, всю эту тему продвигать в церкви, когда вот у пастыря такое горе случилось, случилось, да? Я говорю, я знаю, Господь. Господь, ну, просто опираешься на Тебя, Бог, на Твое слово, на Твое слово. Не важно, я тогда еще не видел ни одного исцеления от рака, ни одного тогда. Понимаете, мы начали просто молиться за нее, и мы также просили, чтобы они исповедовали, ну, места писания определенные для исцеления. Кстати, они, мы потом напишем нашу группу ВКонтакте, там, может быть, скачать наши, вот, как бы, такая молитва, которую мы обычно молимся за исцеление, которую вы можете за себя молиться, за чужих, и кое-какие советы. Она коротенькая, это несколько листочков, то есть вы сможете очень легко двигаться потом в этом. Потом мы напишем, откуда скачать это. И мы начали просто молиться, ее готовили к операции, и сами вот пастырь, семья, дети, они собирались каждый вечер, они возлагали на нее руки и продолжали исцеление. Потом мы, мы когда встречались, продолжали исцеление. Прошла неделя, может быть, две, она должна была идти на операцию, и когда перед операцией, она говорит, я пойду еще раз пройду, как это называется, не УЗИ, вот это вот, МРТ или, да? где показываешь, что там такое? Да, ну вот, я не медик, не знаю. И она зашла туда, и там санитарь или кто-то принимал, говорит, кто вас сюда прислал? Говорит, никто не прислал, я сама прислала. Говорит, а в чем дело? Говорит, ничего, у вас ничего нет. У вас ничего нет. Вот такое. Сказать, что у нас была тогда вера, если бы сказать, что молились вы с верой, я бы сказал, наверное, нет. Понимаете? Наверное, нет. Но Божье Слово, оно истинно, и оно правда. Понимаете? Оно истинно, и оно правда. И мы будем делиться, и сегодня вы увидите, что вы сами будете молиться друг за друга, и вы будете исцеляться люди. Мы сегодня будем молиться тоже. Мы сегодня будем молиться тоже, но вы увидите, что прежде чем будем молиться, вы будете молиться друг за друга, и будут исцеляться люди. Вы это увидите. И в определенный момент мы двигались дальше, развивались, и к нам уже начали на собрание субботние приходить служителя какие-то. И сначала, если кто-то противился, потом, знаете, вот как-то открылось сердце у всех. И служители, они поняли, что мы не хотим никакого разрушения. И мы реально сейчас, мы дружим с ними, и мы несем мир. Мы всегда говорим, просто дружитесь с ними. Мы не говорим, что церкви объединяйтесь. Нет. Мы говорим, просто дружитесь с ними. Да, вот мир пусть будет между с вами. Никаких разделений. Просто вот будьте едины. И какие-то моменты, когда мы уже, мы видели чудеса, мы начали возлагать руки, мы как бы начали видеть какие-то картины. И мы сначала не понимали, что это такое. И потом был такой случай. Приехал один парень, команда. И они нас учили уличному евангелизму. Ну там не исцеление, просто вот по улицам ходить благовествовать. И мы должны были перед выходом выйти молиться. Я, значит, закрывая глаза, молюсь. Молюсь там, Господи, благослови наш выход на улице. Вижу картину. Бабушка прихрамывает, по-моему, в правой руке пакет. Я не понял. И мы, значит, выходим, только мы выходим, переходим дорогу, я смотрю, бабушка прихрамывает в правой руке пакет. И так, как я ее видел. Я говорю, стоите. То есть стоите. Благовествовали, помолились. И я понял, что это не даром. То есть не зря. Я вот там помолился, благовествую. Этот парень мне говорит, ты смотри, что я делаю. Ты вообще молчи. Понял? Такой. Ну он вышел там, что-то там, какие-то опросник там, делает, делает. А, ну, ходим. Я говорю, ну, я хожу за ним, молчу, как бы, в смирении. Потом вижу там человек с поломанной рукой. Идет такой, как будто в гипс. Я говорю, побежали, даже побежали туда, помолимся за исцеление. Догоняем его. Я говорю, там, мужчина, можно вас, там, как бы, на минутку? Он повернулся, такой, да, можно. Такой под шефе был немножко, знаете. И такой, а можно помолиться за вас, ну, чтобы ваша рука исцелилась? Он говорит, да, конечно, давай, там. Там я помолился, там, во имя Иисуса пусть исцелится. Ну, такие вещи. И этот брат такой. Как вы думаете, когда вы умрете, вы попадете в рай или в ад? Смотри, слышь, ты сопляк. Говорит, я Библию восемь раз читал. Ты мне что, учить будешь? И этот брат такой, стал такой, обиделся, отвернулся. А он говорит, и мне просто мысль такая. Щегры. А это город недалеко от Курска. Я такой, я даже не помню. А вы, говорю, вы не Щегров случайно? Он говорит, такой, Щегров. Он такой, у него два сына. Я говорю, у вас два сына? Он говорит, да. Оба прошли армию, оба женаты. Я говорю, так, так. Он говорит, да. Он говорит, потом опять, у старшего сына, старший ребенок это дочь, а младший это сын. Я говорю, у вас уже старший ребенок это дочь, а младший сын. Он такой, да. И он уже, знаете, короче, напрекся. А потом Бог такой, следующий. Я говорю, а у младшего оба сына. Он такой, да, короче. И там было таких около восьми попаданий таких. Я даже сам не понял, не успел сориентироваться, что произошло. И он такой, вы что, экстрасенсы, говорю? Я говорю, нет. Я уже понял, что это Бог. Я слышал об этом, что вот так проявляются пророческие дары. И я сообразил, что это, наверное, оно. Я говорю, нет, Бог мне открыл. А хочешь, скажу, что Бог еще говорит для тебя? Он такой, да. Он говорит, он любит тебя. И этот мужик начал плакать, короче, понимаете. То есть это было так классно. И этот потом брат, который меня учил, такой подход, говорит, ты как это сделал? Я тоже так хочу. Я говорю, ну пойдем за мной. Понимаете? И мы начали замечать, что иногда мы подходили к людям, и мы знали, какая у них болезнь. То есть мы видели, или Бог дал какое-то ощущение. И мы начали понимать, что наше служение, оно начнется, оно будет более эффективным, если мы просто будем не только исцелением, но двигаться и в пророческом движении. И никакого как бы такого не было у нас, как бы книг там, вот эти все книги читать, но нет времени, понимаете. И вот методом пробы ошибок, приехала одна сестра, поделилась какими-то вещами. Методом пробы ошибок у нас сложилось определенное служение, очень такое, то есть учение очень короткое, которое мы преподавали вчера, да. И мы начали служить этим. И на начало, знаете, какие-то вот были маленькие вещи, но потом нам начали, допустим, звонить. Допустим, Диме звонят, говорят, Дима, я потерял паспорт, где паспорт, помолись Господу, понимаете. Дима молится, говорит, посмотри, Бог показывает, что где-то под диваном у тебя, точно под диваном смотрит такое, понимаете. Или там, или брат такой, пришли на домашку, он говорит, слушай, скоро 8 марта, и нам цветы нужно продавать, мы зарабатываем, ну, как бы, знаете, вот, говорит, а что продавать нужно, что что продать не нужно, нужно купить что-то ненужное, понимаете. Поэтому, говорит, нам нужно купить цветы, а вот карты вот скидочные, где мы на базе покупаем, мы потеряли, где она? И давайте помолимся, где спускает Бог. Молимся, я вижу холодильник, вижу карты, вижу холодильник. Говорю, наверное, холодильник, идите посмотреть. Они смотрят, нет ничего в холодильнике. Я думаю, ладно, говорю, а у мамы на холодильнике? Позвони маме. Она позвонит маме, мама, я посмотрю, на холодильнике точно такая. И мы начали вот видеть, что Бог реально, Он движется и пророческим движением через нас. Но очень классно, знаете, было, когда ты разговариваешь, что ты просто человек неверующий, приходит на домашний кто-то, или где-то там путешествуешь, встречаешься с кем-то, и иногда даже не успевая среагировать, просто вот реально, там подходит, там сестра в одной церкви, ну в домашней церкви были, подходит такая там, здравствуйте, здравствуйте, меня зовут Галина, говорю, меня Александр, Галина, а Библию читаете? Я даже не успел понять, что я это спросил. Она говорит, ну вот, котик, котик как-то не читаю. И там пастор женщина, ну такая, рассмотрит. Такая, рассмотрит, котик уже не читает, прихожане, она не знает об этом, понимаете. То есть, и настолько вот, вот такие интересные вещи, ты даже сам, и не удивляешься, как ты прямо человеку, раз, и прямо к сердцу говоришь, раз, и к сердцу. И, допустим, я знаю сейчас, что мне, допустим, человеку вот коснуться, чтобы моё Евангелие коснулось человеку, мне просто нужно сейчас с ним беседовать. И я даже не знаю, о чём я буду беседовать, я просто начинаю с ним беседовать, и Бог беседует вводит туда, куда нужно, пророчески, понимаете. Что человек там начинает, говорит, его касается, какие-то вещи прямо говорит. Я не говорю, господь сказал мне, это у тебя то или то или то. Нет, все это нормально, это по манству идет, и потом Евангелие очень хорошо ложится. И мы вот так вот двигались, мы видели, чудеса сразу увеличились. Как только мы начали использовать ей пророческие дары, чудеса, они реально увеличились. Потому что, допустим, вот просто пример. Приходит, покаялась женщина у нас одна. И она покаялась, и такая, приходит в депрессии. В депрессии, просто ужасная такая депрессия. И она приходит в нашу комнату исцеления, мы начинаем молиться за нее, и там дух депрессии из нее выскакивает. Выскочила, она такая радостная, веселая, чудесная, да? Проходит неделя, в следующую субботу приходит, и снова в депрессии. Да? Все такое, опять молимся, ну быстрее сейчас все это, быстро, быстро, быстро это все. Опять радостная. Проходит неделя. Она приходит, и снова в депрессии. Я сижу, думаю, ну что ж такое, ладно. Ну, думаю, будем молиться снова. И мы, давайте помолимся просто. Вот первая молитва, мы молились там, молимся, молимся. И Бог как раз открывает мне глаз. Я смотрю на нее. Он говорит, посмотри на нее, как она одета. И я смотрю, черные крашеные волосы, черная там вот эта вот водолазка, да? Черное платье, черные колготки, черные ботинки. Я такой смотрю на нее, думаю, она же сейчас в черном ходит, понимаете? Ну, как бы это ненормально. И Бог мне говорит, подойди к ней и скажи, чтобы она поменяла гардеробу. Слово мудрости, знаете, то есть, слово мудрости, слово мудрости, то есть. Да, ну для чего, я не знаю. Ну, я подхожу и говорю, папочка сказал, чтобы поменяли гардеробу. Он сказал, да, да, да. Хорошо. Мы не молились за нее. В следующую субботу приходит красивый шар, зеленая плата. Вот все, 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 кроме черных волосов, ну, Краш, только этого ставила. Знаете? Ты как, и улыбается, улыбается, понимаете? Вот так вот пророчество касается. И мы говорим очень часто. Иногда вот встречаешь людей здоровее здоровых. Понимаете? Если не может двигаться пророчество, да, вот такое вот, да. Через какое-то время, так получилось, что была долгая история, приехали, вот, мы познакомились с братьев Сорва. Это вообще была очень интересная история. Потому что, когда мы первый раз встретились с ней, мы посмотрели на Сашу и говорили, и сказали, ты будешь ездить, короче. Понимаете, ты будешь ездить там. Ну, я не знал, что буду ездить с ним, в принципе, или он с ним. Не знаю, это не важно. Понимаете? Но это было интересно. Ну, я посмотрел на него. Кстати, кстати, Саша тогда носил очки. А видите, он сейчас носит очки. Кто-то за эти дни видел его в очках? Нет. Нет. А значит, что произошло? Иисус. Иисус. Да. И мы встретились с ребятами с Орла. Они говорят, ну, вот, толкование, в общем, да. И вот они, как бы, нас подключили. Мы тогда толковали вот этим потоковым методом. Это вот мы не додумались как-то в его организацию включить. А они, в принципе, в его организацию используют толкование. То есть они приходили, вот, человеку неверующему, вдвоем. И они говорят, хочешь помолиться за тебя? Он говорит, да. Что повсюду, что в третьем? Он говорит, да. Один болится на языках, другой толкует языки для этого неверующего человека. Это неверующий там просто вот эти сопли, слезы, все крови, чем это, все его накрывает. Бог открывает какие-то вещи. И вот такое. И они поделились с нами. И, в общем, эта благодать, она вся вот там перемешалась, перемешалась, перемешалась. И сейчас мы движемся. А потом Бог нас направил, и Он сказал, что мы должны делиться со всеми. Мы должны делиться со всеми. Мы не понимали сначала какой-то формат. Мы не понимали, как это будет. Ну, вот мы начали с каких-то маленьких церквей. И я вам скажу, что даже приезжали, мы были, я уже говорю, приходим, прихожу в церковь. И говорю, с такой динаминацией. Они говорят, движение веры. Движение веры слышали? Кеннет Хейген читали? Кеннет Хейген, движение веры. Ну, в принципе, все, что мы учим сейчас. Вот он первый, как был пионер. Он это все, в принципе, и познавал. Может быть, он этот пионер не все, как бы, ну, вот так, какой политехо сейчас, да, вот на церковь имеет. Но он первый пионер был, как он, как бы, вот это все развивал. И я говорю, слушай, а что с вами произошло? Я говорю, что с вами произошло? Вы выдвижением веры приглашаете меня,Эльцейська церкви, чтобы я вас учил вере. Чтобы я вас учил этим вещам, на которых вообще ваша динаминация, она основалась. Что с вами произошло вообще? Понимаете? То есть, непонятно. И зачастую, как Сань, когда эта история, да, слушатель Северной Матической Церкви, говорит, делали герпинг вороле, он говорит, вот это да, говорит, год назад! И лицо говоря больше, я ему говорил о дарах Духа Святого, а сегодня он меня ушит, первый шаг, как действует дар и Духа Святого. Я говорю, Бог настолько неограничен, Бог настолько чудесен. И если вы будете ждать условий, при которых Бог поможет вам развиться духовно, вы их не дождетесь. Условия уже есть. Иисус в вас. Аминь! Я скажу вам правду, что когда мы начинали это движение, очень много людей с нами хлыло. Ааа, чудеса! Чудеса! Палец сцепился. Ааа, любая! Вот такие вот вещи происходили. Прошло полгода. Эйфория прошла. Эйфория прошла. Начались звонки, начались просьбы. И ты такой думаешь, слушай, а с работы нужно не домой ехать кушать, а почему бы какого-то человек поехал молиться, да? И многие такие, не, а че это я, это самое, понимаете? Че это я должен за других, да? Такое, ну, реально, эйфория проходит, и приходит ответственность и нагрузка. Обучать других людей, молиться других, стоять за таких. Ты реально теряешь свою жизнь, личную жизнь и лишнюю жизнь, понимаете? Тоже теряешь. И многие, раз, я подниму скамеечку седу. И сидят. И угадайте, какие они хвалят. Господи, пошли нам пробуждение, пошли нам пробуждение. Это странно и глупо, потому что всего лишь вот недавно через тебя пробуждение тепло. Через тебя ты под своими руками видишь, как исцеляются люди, как бесы выходят, когда ты приказываешь. Ты возлагал руки, люди крестились Духом Святым. Через тебя пророческое слово восстанавливает. Ты все это видел сам. Какое пробуждение тебе еще надо? На самом деле мы давно живем в пробуждении, просто мы еще об этом не знаем. Когда мы встанем в скамеях, вы увидите, что мы живем в пробуждении. Мы в Орел приехали. Сейчас, мы заходим. Мы приехали в Орел. На дому. Было на дому. Делились с ребятами об исцелении. То, что мы будем сегодня делать. Коротко и ясно. У нас очень быстрое учение об исцелении. После этого люди начинают молиться об исцелении. Поделились с ребятами. На следующий день, мы уже молились, подняли этого, который был парализованный. Еще. На следующий день пошли чудеса. На следующий же день. Как только они встали и начали делать. Встали и начали делать. Поэтому, дорогие, у нас сегодня будет такой практический день. Мы будем мало, мало, мало учения. Очень мало. Основное, все коротко. Я говорю так. Вообще, в пророчестве очень легко двигаться. Но нужно много учить. Есть многие нюансы. Понимаете? Чтобы двигаться правильно в пророчестве. Не на разрушение церкви, а на созидание. Да? А в исцелении наоборот. Все очень, учение очень простое. Но чтобы пробиться, нужно вот характер, да? То есть стоять, не расстраиваться, вот долбить, долбить, долбить и пробивать это все. Поэтому мы сегодня будем об этом делиться, но уже, я понимаю, после обеда. Да. Сейчас, значит, что мы делаем? Сейчас вы поборете за себя. За исцеление. Я буду говорить, как молиться, вы будете молиться. Хорошо? Давайте. Можно что-то сделать? Да. А, конец. А? Проживутся, думают, и конец. А, конец? Ну, жена сейчас, вот я, вчера была суббота, служение и исцеление. Она вчера проводила его. А, жена у меня вообще очень круто, пророчество, золотование языков двигается. Но иногда ее круче. Иногда. Иногда. То есть, может быть, как вы будете, если мы приедем еще раз сюда, мы будем приедем с женой. Да, у нее очень сильное слово высвобождается через пророчество и тому подобное. Да, женой суббота полностью исцелена. Полностью, 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 полностью. Да, сейчас, сейчас она служит. Аллилуйя. Волна пошла. А? Да, а, не рассказал, что ли? И тоже исцелена. Просто, понимаете, столько много просто свидетельств было, что я просто перескакиваю, потому что много-много-много-много-много было, ну, со всеми не поделишься. Вы, вы, вы сегодня сами увидите, что у вас будут свои свидетельства, будут молиться, и люди будут под вашими руками исцеляться. Реально. Ты думаешь, как это будет? Ну, я никогда не делал. Увидишь. Увидишь. И, эээ, уши, которые глухие, плохо слышали, будут открываться, и глаза, которые плохо видели, будут, эээ, будут начать по-лучши видеть. Когда ты будешь молиться, ты увидишь это сам. Хорошо. Давайте встанем. Закройте глаза. И обратите взор на Иисуса Христа. Я вам покажу, как молиться за себя за исцеление, потому что совершенно не важно, вы молите так за себя или за другого. Если у вас есть проблема в вашем теле, сейчас мы будем, когда молиться, будем провозглашать. И когда я говорю, допустим, там, тело, орган, вы называете конкретной, вот, ту часть, если мы, допустим, орган исцелиться, вы говорите, допустим, вы говорите не орган, а глаз или почка исцелиться. Да, поняли? К нам приказанием переходить. Да? Небесный Отец, я благодарю тебя за то, что ты хочешь моего исцеления. Я знаю точно, если бы сейчас Иисус проводил это собрание, Он бы исцелил всех здесь, всех до одного. Поэтому я говорю, что воля Божья на мое исцеление. Я благодарю тебя, Иисус, ты источник моего исцеления. Из тебя исходит жизнь. Из тебя исходит сила, которая исцеляет меня и совершает чудеса. И я благодарю тебя, Иисус, что ты живешь во мне. Каждое мгновение, каждую секунду, ты живешь во мне. Поэтому сила исцеления, чудо уже находится во мне. И сейчас, во имя Иисуса Христа, я приказываю Духом Невчим, диагнозом, болезням, дефектом, инвалидностью, во имя Иисуса. Вот, вот из моего тела, вот из души, во имя Иисуса, сейчас, прочь, 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 прочь. Я говорю, сила Иисуса, которая во мне постоянно, вытавливает и выталкивает из тела, из души, из разума, сам сосуды, выталкивает, сейчас, во имя Иисуса, с ямом, в любом проявлении. Ход, 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 Ход! Причь мисуса, с husbei и мир, а сейчас, господь запл ellerieute тебя, Ты выплутил меня из царства тьмы, Ты поселил меня в царстве сына твоего, Закон греха, болезни, смерти. Больше не вас надо мной. Но закон духа жизни во Христе дает мне свободу от всякого влияния дьявол, болезни, депрессии, всякого дефекта. И я говорю во имя Иисуса, тела, органы, вы должны жить по закону духа жизни. Сейчас да приидит царствие твое, да будет горе твое и в моем теле, как на небе. Сейчас в небесах проявитесь чудом, проявились царство Бога, проявились в теле закон духа жизни. Прямо сейчас начинай работать. Все органы, встаньте на место. Все гости, встаньте на место. Тело, любые части, прямо сейчас. Во имя Иисуса, исцелись. 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 Я благороду тебя, Иисус. Я благороду тебя, Иисус. Ты взял мои болезни и немощи. Я благороду тебя, и ты дал мне свое здоровье. И ты дал мне свое здоровье. Рануи твоими я исцелем. Прямо сейчас. Я отпускаю. Я выталкиваю. Я изгоняю все мои болезни, все мои немощи, любой дефект, любой пролеет дьяволом. Во имя Иисуса. Бог, 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 сейчас. Я выталкиваю. Свобода. Свобода. Во имя Иисуса. Я говорю, что жизнь Иисуса, исцеление Иисуса, здоровье Иисуса, я принимаю в моем теле органы, части тела. Вы прямо называете те органы, которые у вас проблемы, да, части тела. Органы, части тела, сейчас исцеление течет вас, течет жизнь, жить, жить, исцеление. Благость Господа, право на Иисуса, я исцелен. Спасибо, Господь. Я искуплен. Отсует для жизни. Вереный нас отсов. Вереный нас отсов. Нет никакого проклятия. Боже, я искуплен. Я искуплен. Я отрезан. Я отрезан. От всего то, что было верено. От отсов. От отцов. Но у меня теперь Отец Небесный. И моя родословная. От отца. Благословение. От отца. Кровь Иисуса во мне. Я чая сделаю его. Моё ДНК должно быть такое, как у Иисуса. ДНК, во имя Иисуса, я приказываю тебе, и вправься, стань целостным, правильным, как у Иисуса, как я Его кровь, я Его тело. У меня Отец Небесный, и я заследую всем благословениям от Отца. Всем дефектам из моего тела я говорю, ВОК! Уже не я живу, но живёт во мне Христос. Я живу, но… я 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 жив для Бога прямо сейчас. Всему плохому, что есть в моей душе, в моем теле, в моем разуме, я приказываю уберечь. Валий на Иисуса, погибни, исчезни, всякая опухоль, всякая болезнь. Ты мертва, внутри засорки, исчезни, да не будут от Тебя плода. Во имя Иисуса, я говорю, жив для Бога, жизнь теки, каждую секунду, каждое мгновение, в каждом органе, в разуме, сейчас, во имя Иисуса, Господи, мы благодарим Тебя, что важно только Твое Слово, только Твое Слово, не наше переживание, не наш опыт, но Твое Слово. Ты посылаешь Слово Своё, и мы исцеляемся. Ты послал Слово Своё, и это Слово, и Иисус. Господи, мы благодарим Тебя, что это самое острое Слово, самый острый скальпель, который проникает на разделение души и духа, составе круглоскопства. И ничего не может скрыться. И мы говорим, во имя Иисуса, прямо сейчас, небесная операция этим скальпелем. Во имя Иисуса, послайте свою каждую клеточку это слово. Во имя Иисуса, ранами Иисуса, я исцелён. В каждую клеточку, в каждый орган, ранами Иисуса, я исцелён. Слово вводи, действуй, совершай операцию, стань плодчим, здоровой плодчим, сейчас во имя Иисуса, в ранами Иисуса, я исцелён. В каждую клеточку, я говорю это слово, я говорю слово, стань здоровой плодчим, здоровыми клетками. Во имя Иисуса, Господь, Твое Слово проникает на всех сферах, Твой Дух дышит везде. Дыхание Духа, дыхание Духа, дыхание Духа, нельзя остановить. Я проволошаю, что во мне дыхание Духа, во мне правильная вибрация. Сейчас, Дух дышит словом, в моём теле. Сейчас, во имя Иисуса, с каждым моим выдохом, всякая болезнь, девочек и чистый Дух, не удоверяется Бог. Во имя Иисуса, с каждым выдохом, с каждым вдохом, исцелением, жизнь, сила, чудо. Во имя Иисуса, я храм Бога. Это тело храма Бога. Во имя Иисуса. Тело. Душа. Ты не принадлежишь дьяволу. Ты принадлежишь Богу. Поэтому во имя Иисуса. Я говорю. Кости вы благословенны. В кожу ты благословенна. Всякие суставы и хрящи ты благословенны. Тровь ты благословенна. Мозг ты благословенна. Нервная система ты благословенна. Глаза вы благословенны. Уши вы благословенны. Сердце, печень, желудок, кишечник, селезенка, поселудочный. Желчный пузырь. Мозгипловая система. Все полностью во имя тело. Благословенна. Нас ищет Бог. Бога. Господь. Кто попытается разрушить храм Бога. Того покорает Бога. И сейчас болезнь. И сейчас болезнь. Я говорю тебе. Города Божия на тебя. Во имя Иисуса. Убирается Бог. Бог. Благословение. Исцеление. Чудо. Во имя Иисуса. Проявись. В моем теле. Сейчас. Аминь. Аминь.